В Стамбуле на сегодня намечено подписание соглашения о создании коридора для транспортировки украинского зерна по Черному морю. Португалия и Испания отказываются сокращать потребление газа на 15%. Такие меры выработала Еврокомиссия в рамках плана по снижению использования энергии в ЕС. В Словении из-за лесных пожаров взрываются старые боеприпасы. Во Франции небольшое похолодание помогло взять под контроль пожары в Жеронде. Соглашение о создании коридора для транспортировки украинского зерна по Черному морю, как ожидается, будет подписано сегодня в Стамбуле. Накануне администрация президента Турции сообщила, что церемония состоится в 16 часов 30 минут во дворце Далмабахче. В ней, как отмечает турецкая сторона, примут участие представители Украины и России, а также президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Мы пытаемся достичь соглашения, которое позволило бы украинскому и российскому продовольствию и удобрениям выйти на мировые рынки. Как вы знаете, мы отмечали в течение многих месяцев, насколько серьезен продовольственный кризис во всем мире. И это крупная составляющая этого кризиса, так что мы можем его разрешить. Но ситуация остается изменчивой, поэтому я не могу сказать, когда что-то будет подписано. В США заявляют, что будут приветствовать эти договоренности и продолжат работать с союзниками, чтобы обеспечить их выполнение. Факт в том, что до сих пор Россия во время этого конфликта использовала продовольствие в качестве оружия. Они разрушили сельскохозяйственные объекты. Они не позволили миллионам тонн украинского зерна попасть к тем, кто в нем нуждается. Как я уже сказал, мы приветствуем объявление об этом соглашении в принципе. Но сейчас мы сосредоточены на том, чтобы заставить Россию выполнить это соглашение и чтобы украинское зерно попало на мировые рынки. Вопрос организации зернового коридора из черноморских портов Украины удалось сдвинуть с мертвой точки в ходе четырехсторонних переговоров в Стамбуле 13 июля. Предполагается, что он начнет действовать практически сразу после подписания документа. Пиренейский полуостров отвергает предложенное Брюсселем сокращение потребления газа на 15%. И Греция последовала его примеру. Эта мера была объявлена в среду председателями Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время презентации чрезвычайного плана по снижению потребления энергии в ЕС. Лиссабон считает предложение Брюсселя нежизнеспособным. В интервью местным СМИ госсекретарь по окружающей среде энергетики заявил, что сокращение потребления газа на 15% приведет к тому, что Португалия останется без электричества. По мнению Жоао Галамбы, Еврокомиссия не приняла во внимание ситуацию на Пиренейском полуострове, где засуха привела к увеличению потребления газа для производства электроэнергии. В Испании министр энергетики подчеркнула, что страна не зависит от российского газа и прилагает усилия для инвестиций в инфраструктуру хранения сжиженного голубого топлива. Тереза Рибера заявила, что сокращений для домохозяйств или промышленности не будет. Мы защищаем европейские ценности, но они не могут требовать от нас жертв, по поводу которых нашего мнения даже не спросили заранее. Наше отличие от других стран состоит в том, что мы не живем непосредством с энергетической точки зрения. Представляя план сокращения потребления газа в Евросоюзе, Еврокомиссия призвала к сотрудничеству и солидарности все государства-члены, вне их большей или меньшей зависимости от российских энергоносителей. Сокращение потребления газа на 15% с августа пока добровольно, но в случае чрезвычайной ситуации оно станет обязательным для всех. Европейский Центробанк впервые за 11 лет повысил ключевые ставки на 50 базисных пунктов. Регулятор таким образом будет бороться с рекордной инфляцией, уровень которой составил в июне более 8,5%, при том, что целевой показатель ЕЦБ не более 2%. Глава банка Кристин Лагард при этом констатировала и замедление экономического роста еврозоны. Инфляция остается нежелательно высокой и, как ожидается в течение некоторого времени, останется выше нашего целевого показателя. Последние данные свидетельствуют о замедлении темпов роста во второй половине 2022 года и далее. В то же время это замедление смягчается рядом факторов. Совет управляющих сегодня принял решение повысить ключевые процентные ставки ЕЦБ и одобрил механизм трансмиссионной защиты. Новый инструмент должен сократить расхождение в стоимости заимствований для различных государств еврозоны. Объемы выкупа облигаций в рамках этого механизма будут зависеть от серьезности рисков. ЕЦБ отметили, что это должно позволить обуздать инфляцию в среднесрочной перспективе. По мере того, как мы нормализовываем денежно-кредитную политику, механизм трансмиссионной защиты обеспечит эффективную передачу нашей монетарной политики во все страны еврозоны. Единство нашей политики является условием для того, чтобы ЕЦБ смог выполнить свою задачу по стабилизации цен. При этом в сентябре можно ожидать нового повышения ключевых ставок. Однако Кристин Лагард подчеркнула, что дальнейшие шаги будут зависеть от реальных финансово-экономических данных еврозоны. Прошение об отставке премьер-министра Италии Марио Драги стало признанием бесплодности его попыток по преодолению разногласий между различными партиями. Итальянцы, собравшиеся у Кверинальского дворца в Риме, не скрывают свою озабоченность происходящим. В настоящее время у Италии есть большая проблема, которая, безусловно, связана с кризисом правительства, а также с нашими европейскими партнерами. Поэтому я искренне надеюсь, что Марио Драги пересмотрит свое решение и что это правительство сможет действовать. В противном случае ситуация станет критической для Италии в ближайшее время. Это очень плохо для Италии. У нас и так уже кризис налицо, война, пандемия. Короче, я верю в Драги, которого, на мой взгляд, еще и очень уважают в Европе. Как итальянка я очень переживаю. Мне очень жаль. Я представить не могла, что наши политики зайдут так далеко. В случае досрочных выборов к власти в Италии могут прийти ультраправые. В среду Драги пытался спасти правительство, призвав ссорящихся членов коалиции отложить в сторону свои обиды ради интересов страны. Президент США Джо Байден самоизолировался в Белом доме и работает с документами. У главы государства оказался позитивный тест на ковид. В пресс-службе Белого дома сообщили, что ранее президент прошел полный курс вакцинации и получил два бустера, так что симптомы слабо выражены. Сам Байден через пресс-службу сообщил, что чувствует себя хорошо, но останется в изоляции столько, сколько понадобится до негативного результата теста. Анализы берут у всех, кто в последнее время контактировал с президентом. Уже известно, что у вице-президента США Камалы Харрис вирус не обнаружен. В Испании пока не удается взять под контроль лесные пожары на севере и западе страны. Там остается еще девять крупных очагов. В провинции Вигу на помощь пожарным приходят военные. Справиться с огнем по-прежнему мешают сильный ветер и жара. На всей территории королевства остается чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности. Я работаю уже 22 года и я никогда не видел таких пожаров. Это нечто совершенно новое для нас. В Словении эвакуировано население трех деревень, которые оказались в зоне распространения большого пожара. Власти страны называют его крупнейшим за более чем 30 лет существования независимой республики. Огонь охватил площадь более чем в 2000 гектаров. Из-за огромных температур взрываются боеприпасы, лежавшие в земле еще со времен боев Первой мировой войны. Словенским пожарным активно помогают соседи. Во Франции температура воздуха за последние дни несколько снизилась, что помогло пожарным взять под контроль распространение пламени в Жеронде. В этом регионе огонь уничтожил уже более 20 тысяч гектаров леса и вынудил эвакуировать 36 тысяч человек. Но синоптики предупреждают, что в выходные на западе страны вновь ожидается жара. Тысячи украинцев возвращаются в свои дома, которые оказались на территориях оккупированных российскими войсками. Через единственный пропускной пункт в Запорожье проходит 150-200 машин в день. Украинская сторона предупреждает сограждан в опасностях и не пропускает оружие и горючее. То, что может быть использовано российскими солдатами. На парковке многим приходится ждать разрешения по 10 дней. Беженцы не всегда готовы разговаривать с журналистами. Многие в то же время не скрывают страха и очень осторожно описывают свою ситуацию. У меня там живет мама и сестра. Если их не трогать, в принципе, ничего там, не делать провокаций, более-менее они там живут. Украинцы говорят, что возвращаются не только для того, чтобы воссоединиться с семьями, но и в поисках работы, которую не смогли найти на украинской территории. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!